Добро пожаловать мальчишки и девчонки мои советские, с вами ваша девочка-волшебница, красноосновенная Невермор, возвращаемся в Советскую Республику, работники ресурсы, продолжим наше строение творения и извращение над архитектурой. Сложное слово архитектура, но я его освоил где-то третьего раза. Итак, мы закончили на том, что мы смогли построить город, обеспечить его чем-то, чем-то, и теперь у нас выбор. Основы кукурузки и куда ее совать, красный крест и с чем вы едят, школа партийных кадров и добыча угля. Добыча угля тема очень политическая, не будем говорить какой регион стране даст угля, а то наверно точно закроют после памятников Ленину. А вот сельское хозяйство и свое жралово, это очень даже сильно нужно любой республике. К сожалению, некоторые республики этого не понимают, некоторые территориальные образования этого не поняли, ну ладно, не будем о грустном. А основы СХ. Градите работу совхоза, чтобы вытрачивать зерно и пищевой промышленности и других отраслей. Да, боже. Может ли эта игра быть еще шикарнее, слушайте? Здесь есть строительство архитектуры. Здесь есть... Читай, игра фирму. Здесь, боже, ну просто слов нет одни выражения. Бахну чаю от такого просто феерического счастья. Это не потому, что Невру дали на халяву эту игру. Разработчики, серьезно. Я давно от игры не получал такого реального удовольствия. Оренбург не в счет, товарищи тоже. В остальном есть вопросы. Здравствуйте, товарищ. Я Ростислав Антонов. Для друзей Ростя, заслуженный хлебороб нашей республики. Я с детства работаю на земле, люблю ее всем сердцем. Это тяжелый труд. Бывает, вечером спину не разогнешь, и руки все в мозолях. Но когда это советский человек боялся труда? Сейчас я расскажу, как организовать самые передовые совхозы, способные покомить всю страну. А пока он нам не рассказал, я тонко намекну, что вот из его рассказа, что он родился и всю жизнь возделал нашу республику, у нас тут республика, как-то знаете, сплошная целина. Совсем чуть-чуть. Да ладно. Поли это основы нашего сельского хозяйства, и именно на них выращивают зерно, которое является пищей наших граждан. Разбейте как минимум 10 полей. Поли это снова сельского хозяйства, что выращивать зерно, окей. А кукурузоньку можно ли сажать или там это... Малое поле, максимум работников 75. Ух ты ж, ёхтож, я думаю, куда мы всех наших пристроим, а тут вон еще как. А среднее поле 150 работников и большое поле 254 гектара, 1 гектар с половинкой 0,39. Причем нам это абсолютно ничего не стоит, и с точки зрения логики лучше брать большое поле, но на скале 10 при этом придется 10 маленьких. Так, сделаем такое образцово... Ой, слушайте. Слушайте. Если нам не дали построить бульбограмму привычным нам способом, то это не значит, что мы ее не построим непривычным способом. Даже не так. Я знаю, как мы это сделаем. Ох, как мы это сделаем, как мы это сделаем, деточка. Так, вот эта зона хорошая, да? Ну, сейчас туда добираться им будет долго, но мы вам общественный транспорт пустим. Слушай, это здорово, как знал, он. Так, дорогами будет полнейшая швака, Галапс. Как мы их будем прокладывать, черт его знает. Ну, раздадимся маленькими. Так, значит, ты сюда, ты сюда. Ты сюда. Да-да-да-да-да, это священная бульбограмма. Это она. Так, зерно не зерно, там ничего не знаю про зерно. А вот что-то бульбовым и там посадим. Ох, посадим. Так, сюда один. Слушай, а нам-то полей не хватит. Вы что думаете, я все не построю? Пышки мои, глупышки. Постройка же на всем. Так, здесь вот так вот. Звездынька. Упс. Здесь вот так. Упс. Не-не-не, чувак, походи, походи, охлади свое это самое. У нас трудина в опасности. Бульбограмма требуется срочно. О, вот она, вот она, вот, боже, как она прекрасна. А что нам нужно? Привезите или подоставьте в совхоз технику трактора, комбайн или крытый грузовик? О, извиниюсь, как это сделать? Как это сделать? Как это сделать? Техника, работающая в совхозе. Купить технику за рубли. И что нам нужно? Трактора в совхозе. 0 из 5. То есть нужно по одному трактору, по одному комбайну, по одному крытому грузовичку в каждый наш совхоз из 5. Трактор. Скорость у нас есть. Чехословацкий грузовичок, крытый. О, а что лучше будет? Слушай, тут нужно думать уже. Есть крытый грузовичок. За 5-7 соут. Есть чехословацкие крюки такой. Нам, наверное, чем больше, тем лучше. Ну, то есть комбайн по-любому мы берем. Это без звезды. А что нам нужно, что нам нужно? Купить крытый грузовичок. 60 километров в час, вес 5 тонн. Длина 7 метров. Ух ты ж, меня рыба моя не развернешься, там ни разу. Длина 6 метров. Ага, грузовместимость у него очень сильно разная. А если мы будем выращивать зерно, которое организовано кукурузкой? То, в любом случае, лучше брать с самой дорогой. 5-6 тонн пищи. 6 тонн, а ты у нас 8 тонн. А вот даже не знаю. Совхоз тех... Да знаешь, что совхозная техника. Боже, да музычка просто прекрасна. Ладенько, берем не самое дорогое, по четверочке вот за раз. Один есть такой. Так, а какой я завел? Вот этот завел. Это значит, что комбайн, тракторецкий и тебя взяли. И повторяем это 5 раз заодно. Вот уже самое. Тебя взяли. Так. Удобно, чтобы отсвечившие поля обрабатываются с одним трактором, боже, а не совхозом. Тебя взяли, тебя взяли, тебя взяли. Там, там и вон там. Все, есть такое. Жидкое удобрение, тощим-то, повысит урожай из наших полей. Их носят с помощью тракторов после посева. Согласен. Приобретите и доставьте совхоз синтоудобрения. Ммм. Так, а вот это, вот я прям это... Купить новую технику, упаковывая ресурсов за рубли. А синтоудобрение, что нам нужно? А осекока нам нужна вообще. Стоимость доставки одной тонны, 3,50 рублей. Да, вот отдаленность, кстати, отдаленность. Фишка в том, что у нас отдаленность вообще в минусы играет. У нас дороги нету. Мы не подбили дорогу нашей совхозной системе. Так, а если я тебя прям сюда заведу, то не заведу, ну? А че не заведу? Потому что, наверное, ты убого строишь. Прямо убого строишь, ну? Вот. Некрасиво, но красиво. Ну, допустим... О, а может там на полях написано, сколько им нужно? Текущий уровень питательных веществ, 29%. Вход противных кораблей. Размер поля 0,6 гектара. Для посева нужны работники или техника? Но работники сейчас будут, техника тоже. Дуки, немалый совхоз. Все равно готовый к вывозу. Вывоз нет, но выдержите. Ресурсов за рубли. Даже не знаю. Ну, давайте поставим на автозакупку одну тонну. Две тонны. Бахнули. Бахнули. Сработало. И проверяем действие на поля. Около нулевой, но еще работники не подъехали. Что-то такое происходит? Ух ты, около в дюк, кто у нас тракторец поехал. Слушайте. Так, давайте по КД быстренько закидаем удобренец. Две тонны тебе. Две тонны тебе. И тем не менее, это понятно еще большинство игр пароходов. Я уж молчу за всякие там Европа универсалис, которые вообще черт ногу сломят и не только ногу. Такс. Сделали. Отчини автозакупочку мне, пожалуйста. Все, поля обеспечены. Засеете какими-нибудь 10 полей. Нужно дождаться окончания посевной, а потом урожай начнет расти. Можете купить еще несколько тракторов, чтобы быстрее засеять поля. А не, мы там можем. И по-хорошему я вижу, что справляется довольно плохонько. Так, а какая у нас соединяющая вот эта? У-у-у. Вот это будет ад с точки зрения денег. Ну, советский братский народно поможет. А еще по трактору в каждом. Реально, полей много не успевают. Хотя бы, чтобы по два было. Трактор СССР. А если мы вот сделаем экспериментальный участок и закупим, скажем, за валюту не тебя? Комбайн есть? Комбайн скоростью уровень, да. Слушайте, а у... Слово на букву «П» говорить не хочется. У наших недругов-то заокаянских. Таров нету. Отсталые людищи. Просто отсталые людищи. Как они выживают? Так, сделали, 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 сделали. Тебе еще один трактор. И ждем, пока это все дело застроится. Жара пошла. Звезда нашей коммунизма... Жрательного. А здесь мы порнотеатр построим потом. Я еще еще понял, что у нас с точки зрения вывоза очень сильно плохо. Прямо очень сильно плохо по одной простой причине. У нас нифига не соединено в одну сеть оно. Так, ты, допустим, в одной сети. То, что это звезда, будет видно только по полям и тем, кто знает. Есть такое. Ты в одной сети, ты в одной сети. Можно еще вот здесь провести маленько. Хотя, не, знаете, звезда вырисовывается. Все. Пять совхозов работают. Включить народную удалось. Видите, вот даже вовсе ночную работают. Красавчики какие. Не то, что там всякие. Буду, не буду, хочу, не хочу. В парте сказал, надо, они работают. Засильные поля 5 из 10. А потом их нужно будет еще и поливать, наверное. А еще с народом там не бежит хотя бы. Народа 634. Так, а бездомных, но хотя бы нету. Работники без образования. 0. Работники со средним. 437. Выше 53. Заключенных 0. Так, а где? Ух ты же, мацкий бог. У нас же в здании пожар-то. Э, а вот тут, 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 так, тихо. Городостроение, жилые районы, госинфраструктурка. У нас такая маленькая проблемка. Экстренные службы, больничка. Большая больничка, поликлиника, службы, пожарная часть. Вот это прям надо было очень сильно давно сделать. Так, сделаем по красоте. Отдельный пешеходный отведем потом в сторону. Так, отдельный пешеходный мы сейчас сделаем по красоте, тоже с освещением. Гравийный асфальтовый с фонарями, вот. И все, дым тоже, дым. О, господа, ускоряемся. Выгнужный партий как никогда. Да вот, все, товарищ, дело-то сделано. Поля засеянные, ждем урожая. Когда придет время, то открытый грузовичок быстренько вывесит зерно в хранилище. Объединив усилия, мы обеспечим продовольствием всех наших граждан. Пусть ваш упорный труд и дальше ведет республику к просветанию. А, это и все, что ли? Ах, ты ж хитрая, аж ты занят, а? И вы тонко нас подводили к тому, что нужно поставить инфраструктуру и экстренные службы. Я знал, я знал, подготовился заранее. Как раз когда дом начал гореть. Постройте здание, необходимое для работы экстренных служб. Здравствуйте, товарищ, я Кирилл Петров, министр здравоохранения республики. Поговорим о том, как организовать моление Богу нашему амнисии. В смысле-то медпомощь гражданам. Заживайте их от погибели и болезней, и спасти от гибели еще раз. Да неплохо бы. А знаете что, больнички оказывают медпомощь гражданам нашей республики. Если не все граждане могут добраться до больнички пешком, то... Это вообще грустно в реальной жизни. Вам следует организовать работу общественного транспорта, чтобы каждый испытывающий проблемы со здоровьем мог попасть к врачу. Сохранение здоровья граждан – ваша забота. Постройте больничку. Да, мы хотя бы посмотрели, как это экстренные пожарные службы будут работать. Хотя есть у меня такая идея, что... Без техники работать они будут примерно никак. Чехословацкий пожарный, причем сразу дувак покупаем. И одну мелкую. А у заклятых друзей наших ничего нет, поэтому как-то так. Господа, погнали, что-то. Блинский у нас дом сложился. А вот это да. Нежданчиком. Это под суровым-то надзором товарища Ленина. Пожадите. То есть дом это уже не считается. Могу ли так с звездочком снести... А, я могу сносить все кроме этого, да? Тогда могу ли я построить новую дуа? Пурум. Жилой район. Панельчный мой хороший. Крупный многоквартирный. Офигали нельзя. Типа на руинах старого новые не строятся, да? Прям печалька. Ну ладно, построим притык. Нас толпа народу вообще бездомная. И на тему больнички. А больничка... Есть больница просто. Есть large hospital, большая. И поликлиника, в которой нужно занимать очередь за три недели вперед. Но талончиков уже нету. А здесь что? Максимум пациентов 450. Нас тоже 428 впритык. В поликлиниках максимум 15. В обычной больнице максимум 90. Гулять так гулять, а? Вот на чём, на чём, а счастья, народа и здоровья экономить не будем. Не, вот здесь железнодорожные пути там ставить нельзя. А это даже я понимаю. Ну, давайте поставим вот такую большую-пребольшую. Больничный комплекс в элитном, так сказать, лесном массиве. За много не наших советских денег. А, я сейчас извиняюсь. Чё? А чё, нельзя? Экстремная служба, больничка. Не, 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 друзья мои. Я хотел большую больничку. А, удерживайте для выравнивания. А чё, как. Она будет гордо возвышаться над всеми. И над главным таможенником тоже. О, блин, скисушь, они-то дом хотят отстроить немножко. Это будет довольно элитный район, я вам скажу. Крайне элитный. Строительство приостановлено. Строительство не назначено в строительной конторе. Нет работников, валюты техники. Отсутствие необходимых ресурсов. Бетон, гравий, асфальт. Да не, не будем уже с людей издеваться так. Уполотнись на застройку даже Лужкова запретил. Поэтому да, нет, не хотим. Больничка-построечка. Это медленно строится вообще. А нас уже 573 жители. А вы где помещаете, собаки? Вы в совхозе на Сене лежите или где? О, мая, что происходит? Они все же засеивают. Сдается, что засуха у нас просто жестенькая. Зерно 0,40 тонн. Зерна нет, но выдержите. Счастья вам, здоровья. Вопрос к универмагам. Пища пока что есть, электроника есть, мяско пока что есть. Вопрос в другом. А это нужно на автоматике. Можно еще сделать? А, да, вот эта закупочка стоит. То есть они будут поддерживать, пока есть денежка. А потом наступит перестройка, и деполты очень страшно будут. Ладно. Не хватает уже пятой скорости, но мы подождем. Огромаднейшее здание. То есть реально взять все вместе взятые наши жилые дома и то меньше будет. Для больницы нужны врачи с высшим образованием, работники со средним, и также машины скорой помощи для перевозки тех, кто не может прийти на прием самостоятельно. Вот на чем не экономим, это на самом лучшем. Так, вертолет. За 93 тысячи рублей. Для пассажиров. Предельная скорость 288 километров в час. Ширина 15, длина так не то волнует. 47 пассажиров. 22 пассажира и 12 пассажиров. Чисто так напоржать. А у вас посадочная площадочка для вертолета есть или нет? И напоржать еще раз. Где у вас скорики будут подъезжать? У вас же приемник вот здесь. А почему дорога не отстроена? Так, а можно что-нибудь получше там? Грунтовая, гравийная. С фонарями и тротуарами. На чем мы не экономим, это на... Это на вот этом. Совершенно. Вот. Другое дело. Работники и все такое. Техника, опять же. С этой стороны, блин, с этой стороны тоже подъезд есть. Надо как-то накольцевать по красоте, давайте. С фонарями и со всем остальным. Как говорится, на лабутынах и что-то, что-то там еще. С этой стороны подъезд есть, с этой стороны подъезда вроде нету. Или есть. Это подъезд или не подъезд? Да, это сарабка подъезд. Что-то все грустно-то в нашем градостроении. Не бытовые ровняем, но грустно. А что нет? Типа на скотах не устроена. Собака, конечно, заставлю. Допустим, построю. То есть, вот так ты можешь, а так ты не можешь застыковаться. Ты с меня просто троллишь, тупо. Вот такой красивый разъезд. Работники у нас набегают. Машинки скорой помощи. Ну, сказали, одну. В одну я не верю сразу. Кстати, а за доляры что там? Очень плохой вертолет. Польские или латвийские? Прям выбор между и ну, без вариантов. 59, 98, 76. Здесь что? Длина 5 метров, 90 километров в час быстро. Тоже 10 километров в час быстро. Один пассажир, здесь один пассажир. Ну, ладно. Давайте две такие, две таких. Все. Погнали. Работники есть. Врачи есть. Привосходный товарищ. Теперь, когда больница есть, у нас укомплектованы врачами и работниками. И санитарными машинками тоже. Наши граждане могут получать современную помощь медицинскую. На панели верхней части экрана отображается уровень здоровья наших граждан. 82%. Ну, если уж такая больница вам не помогает, то я даже не знаю, что поможет. Рекомендую следить за тем, чтобы не было болезней всяких нехороших. Зато у нас народ в целом доволен. Здравия желаю. Дайте представиться. Шадр Антонов, глава пожарно-спасательной службы. Я поделюсь своим опытом при отвращении ЧП. А, чувак, твой опыт как-то ничего не значит, потому что у вас тут дом горел, и вы его не спасли. Пожарная часть необходима для жителей... А, нужно две все-таки. Ну, ладно. Или нет? А, нужна одна. Пожарная часть необходима. Работник всегда готов привык к очагу возгорания на современных машинах. И тут же огонь. Работники есть, работников мало. Что пожарные не могли нести службу, и не выходила специальная машина. Для разных машин требуется разное количество работников. Ну, мы закупили разных. А дальше что? Кроме того, что у нас денежка заканчивается. Ну, что за невезение. Кажется, у нас опять пожар. Хотя, с другой стороны, это отлично возможно проверить работу пожарных. Завиняю, вы хотите? Дождись, успешная ликвидация пожара. Совхоз что горит? Нет. А твою ж, да я тишу, ты колотишь на юж. Вот как, Карл? Как, 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 как? Просто, ну ты что? Что же вы там делали-то, собаки сутулы? Скоро, что успели. Скоро, что успели. Сила пожара, 19, 18. Да, успели, 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 успели. Фу. Тем было потно. Недавно у одного из тех не случился пожар. Наши пожарные добрышко готовы к любым неожиданностям. Успешно предотвратили трагедию. А предотвратили это, когда затушили до возгорания, чуваки. У вас уже горело. Но мы помним, что службы нам нужны. Это мы тоже сделали. Ну что, дойдем к стране угля? А потом партийные кадры. Здравствуйте, товарищ. Я Степан Ковалев, министр провышенности. Моя обязанность контролировать и направлять развитие промышленного потенциала нашей республики. Я также обеспечиваю бесперебойное производство товаров народного потребления. И, значит, промышленного назначения. А я настоятельно рекомендую вам уделить особое внимание развитию угледобывающей отрасли. Уголь – это критически важное сырье для нашей энергетики. И металлургический торм в промышленности тоже. И, значит, вдобавок, этот вид ископаемого топлива пользуется спросом на за ограниченном рынке. И мы можем укрепить экономику республики. Ну, идея хорошая. Идея хорошая, идея годная, поэтому давайте. И у нас есть, точнее, должны быть шахты, где будет добываться уголь средств, смешанные с пустой породой, требующие дальнейшей переработки. Шахточки наши рекомендуются размещать над самыми богатыми месторождениями. И странно, что нам туда еще не принесли демократию. Видать, красные звезды с другой стороны помогают. Домик квартирный пока что нет. А где у нас, ох, ты же, ты хатус. Вы себе представляете, сколько будет стоить дорогу туда построить? Обычно для добычи ископаемых нужно провести определенные изоткания, но коллеги Советского Союза из контора видать глубокого бурения поделились новыми карточками местных месторождений, и можно начинать разработку. Построить угольную шахту с качеством залежения не ниже 15%. Мне узнать, как там. А, вон, а че как. То есть вот это идеально, самое зелененькое. А чем глубже, тем хуже. А чем чаще, тем чаще. Я потом это место не найду. Я сам себя понимаю, я это место потом не найду, и вообще нифига. Нам придется строить здесь отдельный городишко с отдельной структурой, отдельными полями, черт побери. Допустим, вот так вот. Это по красоте. Шахта под названием Сежев. Или Сежев. Деньги вниз идут просто феноменально быстро. Угольная шахта с ней воюми залежами построена. Ходостройство... А, еще не построено. Во, вроде построено. Для очистки добытого угля в шахтах необходимо построить спецкомбинат. Неочищенный угольцарец не может использоваться промышленностью. Постройте угольковый комбинат. Но там будут работать не те самые угольки, которых нанимают на канале Netflix. А нормальное, че там. Заеду волос, да черта, получается. Как бы это совместить с дорожной сетью, я даже не знаю. Поэтому построим как-то вот... Черт, я знаю. Построим как-то вот так. Сейчас у вас выхода... Ага. Сейчас у тебя... Тебя же можно пристроить, да? Да, тебя может застыковать. Какая чудесная моя... Слушай, тебе булочка. А если вбахнуть туда еще одну шахту, то можно пристроить даже дважды. Вот как-то так. 120 тысяч рублей. Да шоу вас эти угольки покусали. Ну, вроде копают, вроде строят. Оцениваем, где это находится. На другом берегу всего нашего всего. Как туда люди будут операций, даже не знаю. Слушайте, серьезно, ну че, ближе не было, что ли? Металлургия, топливная и все такая-такая. Вот, нефтяная скважина, вот еще и нефть будет. Нам точно понесут демократию. Так, или наши советские друзья с нами не поделились данными, что здесь что-то есть. Или здесь сугубо ничего нету. Ибо изыскания показывают только все живы. Да, вот реально нигде ничего нету. Прямо грустно и местами печально. Возвращаемся назад. Так, по сторонам поищем немножко. Да, вот здесь можно было поближе немножко построить. Чуть-чуть вот тут очки есть. Вообще богатая рудная жила, вам скажу. Но нет, так нет. Да, летучка, здесь такое. Товарищи, наша цель, значит, произвести как минимум 100 тонн очищенного угляда в стране. А давайте убедимся, значит, что наши хат, шахты, точнее, хранилища и фабрики готовы к работе. А конвейеры работают правильно. От работы зависит бесперебойность, значит, со снабжением углем ключевых отраслей. Ясно-понятно. Сделайте 100 тонн очищенного угля. Вот, чуваки, серьезно. Вот просто как? Я ни на что не намекаю, но вот я хочу сделать хорошую и мощную дорогу. Асфальтовая стволами тротуара, троллейбус... Какой бы стоит троллейбус? Делаем асфальтовую. Ну, так сугубо теоретически, если я ее выведу на прямую линию к нашей звезде. Ох, ты ж теть колотить! А можно это... Меня проклянуть все смотреть за то, что я сейчас сделаю, но я отпускаю клавишу. Вот это вам большая автомобильная магистраль. Что там с углем-то? Тонны идут или не идут? А как же там тонны пойдут-то? Работников-то нету. Значит, зачем? Значит, строим домишки. И все остальное сопутствующее, потому что больно нам будет добывать безработников. А сколько работников власть на комбинат? Работника максимум 15, здесь 220. То есть нужно пару больших домов построить. Так что теоретически. Опять же с кинотеатром и всем остальным. Надеюсь, что нам это выгорит потом от всего остального. И, пожалуй, что строим мы начнем от хорошего. То есть от больнички. Так, дорога. Асфальтовая с фонариками. Еще тут кольцевую нельзя построить, да? Такое. А побольше кольцевую нельзя построить, да? Ладно. А что нам нужно? Инфраструктура. Ну-ка, самая первая. Можно построить маленький... Зараз же маленькая больница здесь тоже не выгорит. Минимум две маленьких нужно строить. Допустим, маленькая больничка. Пожарная часть, пожарная часть и пожарная часть. Максимум 40, 30 и 50. Ну, 30-ник, думаю, что с головой будет хватать. Такой пожарный пост. Докупить сразу можем? А, докупить сразу не можем. Потом к нему мы строим домишечек. Тоже панельки, дамы-господа, тоже панельки. Бедные, несчастные люди. Они же будут жить возле шахты. Это же дым, грязь и пыль. Сделаем хотя бы им парковую зону. Скажем, если я поставлю по красоте, то есть одни будут упираться в больничку, то есть такое все удовольствие. Хотя больничка будет закрывать их со стороны. Вот, двойной дворик. Футбольное поле мы вынесем в сторонку. Вот, вот так, спасибо. Да, это будет кольцевая разворочная. По красоте. Культура, досуг, все остальное. Под названием Универмаг, жилой район. И что нам нужно? Как гастроном, мало Универмаг. Вот Универмаг можно поближе к больничке поставить. И к пожарной части тоже поближе. Вот, вот такое что-то. Галюта, дорога не коннектится, вообще никто не знает. А, потому что не та дорога. Ладно, законнектим простую тут. Подъезд-то фигня вопрос. Или не за коннектим? В любом случае должны заезжать мне. Зараз, смотри, не заезжать. Проверим, будет работать или нет. Так, жилье есть, жилье есть. Автозакупка есть. Проверяем на автозакупочку. Вот жралово нужно побольше. Здесь одежды побольше. Электроники хватит того, что есть. Мясо тоже побольше. Шахтеры должны работать. Ну, в смысле, кушенькать. Что мы еще не построили? Культура и отдыхалово. Туризм не памятник Ленин нужна. Бронзовый памятник Ленину. Да, деточка. Прям на работу, как на праздник. С воспоминанием о том, что Ленин бдит. Бдил, бдил, бдит и будет бдить. Что нам еще нужно? Насыпные, наливные. Где это жилые районы? Отс. Инотеатр. Па-за пиндехаем вот здесь, вот. Шахтеры заслуживаю. Героические люди. Галерея искусств такой. Поля футбольные, точно. Я сильно сомневаюсь, что Шахтерам будет большую радость после смены в забое выходить на футбольное поле. Поэтому мы одно полюшка вынесем сюда. И добавим то, чем еще не добавляет. Так, ты уйди, пожалуйста. Открытый бассейн. Во, открытый бассейн. Я думал, что Шахтерам будет самое оно. Дорогой фиш такой себе. Ну вот, открытый бассейн будет, это очень даже алю. Пришел, попалал, расслабился. Всегда помогает. Так, а фига ли там блокпост стоит? Типа, открытый бассейн не алю, да? Ох уж это, коннект дорог. Так, смотрим, вспоминаем. Все сделали, что нужно. Автостанцию вообще построить, но нам за ничего не рассказывали. Поэтому не будем. Жилой, 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 пережилой. Бассейн есть, все есть. Телестанция, радиостанция пока что обойдемся. Ну, бар можно. На самом большом отдалении от забоя. Потому что вот, 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 вот прямо... О, мы сделаем спортбар. Мы сделаем реально спортбар. Возле футбольного поля. Буду еще и на бачу смотреть болеть. Вот, все. Разведите, что-то он очищенного угля. Ах, да, здесь тоже дороги нету. Начнем с хорошего. Тебе нужна дороженька. А? Деньги просто в туман миллионами уходят. Нет работников, должно, значит, набежать. Бокатство зале 66%. Чуваки, вот, должны набежать. Может, вам что нужно? Может, что прикупить там это? Релища налочных грузов, импорт не то. А, почему у нас работники не набежают? Потому что у нас вот здесь блокпост, и сказано, нет, you shall not pass. Что происходит с этим коннектом этих дорог? Вот чуть-чуть еще не сносить, не сносить дорог хочу. Гравийная, вот, понтовая с фонарями. Почему он не коннектится? Почему по красоте нельзя? Если обычно асфальту построим. Нет. Сложности начинаются там, где мы их не ждали. Может, у вас в другом месте там дороги строятся? Так, нет, там впукаль, там выпукаль, все такое. То есть тут ты законнектился, а там ты не хочешь, ладно. И главное, вот же можно подоконнектиться, зараза такая. Вот она просто меня троллит. Она просто такая, не, я сейчас это, потролленный вора. Пускай мучиться и страдает. Вот, а что это такое? Что это за блокпост такой? Ну, народ побежал. Народ побежал. И что, у нас есть работников? То, на. Угольцевец пошел. Здесь угольный кабинет. Работников 0 из 15, потому что не дошлили, потому что не дошлили. Булочки мои, я прям очень сильно не хочу строить там дома. Мне людей жалко. Искренне. Чего, вот как-то работники не дошли немножко. Главное, угольцы рез есть. А чего можно купить, может? Да нет, можно закупать уголь, но аж свой есть. Да, она вытроллит собаки. Так, показать здание пешедоступности. А здесь здание пешедоступности. А эти здания не в пешедоступности. Мы так хорошо решили сделать, что получилось плохо. А если мы поставим здесь здание, то будет плохо народ, население. Хм, сложный вопрос, друзья мои, сложный вопрос. Хочешь как лучше, получается как всегда. Я сейчас делаю страшное. Сколько нам нужно работников там? 15. Это будет вообще нифига не элитное жилье. Это будет крайне не элитное жилье. Я вам, не знаю, Большого Ленина поставлю. Там гербы все поставлю, чтобы вы довольны были. Вот. Бары и все остальное в вашей доступности тоже. Вот, бары, рестораны, бассейны, все это доступно. Мне просто тупо нужно, чтобы они сюда заехали. Несчастные 15 работников. Так, в пешедоступность скажу. Хм. Погодите-ка. Хм. Тогда это еще странно. Маленький эксперимент, который нам не пояснили. Если я построю вот тот, вот, 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 кирпичный многоквартирный дом, повышенной комфортности, жить во мне будет плохо из-за угольной пыли, но все же построю. Мешает объектная инфраструктура? Не мешает уже. Так, в пешей доступности. Да, вот теперь это работает. Ну, у этих людей не будет вообще ничего. 7 из 10. Трудоспособные граждане, вы куда-нибудь можете дойти? Никуда вы не можете дойти. Не, а это штупа. Это разработчики. Я понимаю, что, может, в механиках игры этого нет, но вот серьезно. Жить возле угольной шахты такое себе. Жить возле уголь перевозивающего завода, это вообще-то очень не сильно не такое себе. Зато домик прикольный. Ну, что, чувак, я оставлю теннисные корты. Хорошо, что так все грустно. Работники не набегают все еще. Ну, черт, Саева, в тайм-инфраструктуру и все такое. Раз уж все так грустно. Хотя, слушайте, а по прямой это сколько будет? Метров. Так, надо поражать. По прямой, по кубку результата... А, не стоп, работники есть? Работники есть. Работники есть, один, но есть. А если мы такой мини-даунтаун построим, только не даунтаун, а возле очень нехорошей угольной шахты? Назовем этот район заря коммунизма. Вот как Хилл Вэлева надо в будущее. Только заря коммунизма. А мне идея нравится еще. Так, заехали. Где он там со свечелочкой, с фонарями? Так, я видел, что ты можешь, ты меня не обманешь. Тинник, нич-нич. Здесь такой. С едой будут большие проблемы, но где-то там наберем. В крайнем случае, советские граждане помогут. Вот так вот. Вот так вот. Главное, сильно не отдаляться. Самое смешное, что он и может построить дорогу по той же линии, но принципиально за один кусок не хочет. Прошется, что у тебя уже не мешает, нет? Да? Да. Домишки, здравствуйте, дорогие. Жилые районы. Ну, такие неназначны были типичные домашние дамы. Пинохи. Ну, мы сделаем так-то. Такой мини-райончик. Есть один. Есть второй. Ну, там можно же. Ну, камни там лежат, что стало. Есть третий. Скажи мне, пожалуйста. Углеперерабатывающие. Два работника есть. Довольство 88%. Им пока всего хватает. Здесь можно набросать всего хорошего. Скажи, да, 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 да. Эти дамышки как раз ходят в зону интереса. Вот, я видел, он сюда зашел. Восемь работников. Почему не идет жара? А ну, бегом жару мне произвели. Ice must flow. В смысле, уголь must flow. За один рабочий день 120 тонн. Словите мне уголь. Срочно. Снимикс. Сделаем. И еще пару дамышечек. Пич. Что ты на склоне не становишься? Пич. Я так понимаю, что электрикой мы питаемся от щедро советской власти. Ибо где бы она у нас светилась? Ладненько. Тогда вам удермашек нужен. Гастроном. Так, как-то будет... Вот тут было идеально спайдерменовское законнекчивание. Отс, отс, отс. Давай. Все четыре сразу, пожалуйста. Ой, тут такая супер кривая дорога была еще. Можно повторить. Во, во, во. Ну, зараза, не получится. Ну, как-то красоте же у нас собака такая. О. Короче, хочется некрасиво, но не получается некрасиво. Поэтому поставим из косочка и скажем, что так и было. Вот. Болите всей душой. Завучка, дорогой, ты не хочешь там это... Нет ресурса, отсутствует уголь сырец. Степисняй спросите, а как соединить в пукль твою выпукль? Поскольку у нас чето-то немножко... А-а-а-а. Нам рисовала, что у нас деконектилось. Подключилось. Она нифига не деконектилось, не подключилось. А, хорошо. Тогда ресурсы. Угольная шахта, угольный комбинат. Я сейчас извинюсь. Офига ли, нет? А потом, извините, еще раз сделаю вот так. А угольная шахта? Здравствуй, рубенька моя. Отс. Так, ты ушла. Возможно, я тупанула, но не законнектилось реально вообще совсем. Вот. Законнектили. Теперь на 100-500 точно. Нормоздавали анималиков хранилища. Совсем чуть-чуть, что не совсем очевидно, но вполне себе логично. Мы получаем просто тонны, тонны, тонны угля, которые сыпятся, 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 друзья мои. Во славу нашей Советской Республике, конечно же. А немножко райончиком потом подстроим под шаманем. Сделаем его покрашей получше. Со всеми благами цивилизации. Но пока что вот так вот. Ровненько, чётенько. И что у нас по народу населению? Работников все еще не хватает, но такой же терпимая задача. Производительное слабенькое заставим. Кто не может, заставим. Кто не хочет, научим. У нас здесь жилье в доступной... Да, в доступной радиусе полно жилья. Это очень сильно хорошо. А скажи мне, да, поздравляю, значит, товарищ. Ваш труд заслуживает высшей похвалы. А теперь наше, значит, удовольствие добывающее, такое сложное слово. Промышленность готова обеспечить все потребности республики. Я в этом сильно сомневаюсь, но давайте уже, чёрт с вами. Пройдемся по школе партийных кадров, что ли? Или лучше сделаем маленькую паузу. В школе партийных кадров перейдем же в следующем эпизоде. Пока что не забываем про наш телеграм, дискорд и контакт. Ссылочки все там же под видео в описании. Всем удачи, до встречи и увидимся немножечко попозже. Продолжение следует...